Смысл этих роликов в том, чтобы показать вам абсолютную последовательность, которая полностью прозрачная, полностью объективная. То есть вы будете видеть все условия сделки и сможете это в будущем повторять. В первую очередь, кто новенький, я торгую внутри дня на минутных таймфреймах, пятиминутных таймфреймах и торгую в основном в американскую и европейскую сессию. В европейской сессии это валютные пары, Мосбиржа, это индексы, особенно DAX и британский индекс FTSE. А в американскую сессию там тоже валютные пары, но другие индексы. В основном это NASDAQ, это Dow Jones, золото, нефть. В общем, некоторые символы пересекаются, некоторые символы только для конкретной сессии. И все вот эти разборы, они актуальны для любого рынка. То есть вы можете взять и спроецировать это на своем рынке, на своем инструменте, таймфрейме, вообще не важно. То есть тут никаких ограничений нет. И вот сегодня я получил сигнал на своем сканере. То есть я сейчас торгую только используя сканер рынка. Их у меня три. Это трендовый сканер, сканер паттернов, сканер разворотов. И в самом низу смарт-сканер, он тоже торгует развороты, но в более острой такой форме. Мы отдельно об этом поговорим, когда коснемся сигнала. Прежде чем мы начнем разбирать анатомию этой сделки, будем много таких видео разбирать. Много таких тренингов будет связанных с тем, как приходить к хорошей сделке. Вот какой процесс мышления точно должен быть, что мой глаз должен точно видеть, чтобы эта сделка была наиболее вероятной, чтобы у меня было какое-то преимущество в сделке. То есть как должен выглядеть тот самый трейд, та самая ситуация по тренду. И вот мы будем конкретно шкурить, долбить, я не знаю, в эту зону. То есть чтобы это от зубов отскакивало у вас. И чтобы вы это могли внедрить, применить либо в своей стратегии, докрутить свою стратегию системы, либо использовать это в полноценном виде, как у меня. То есть мою стратегию, мою систему. И вот здесь, если мы посмотрим на анатомию сегодняшней сделки на sell по WTI, мы увидим с вами, что здесь поддержка, вот видите, 81.50. Здесь поддержка, такой синий прямоугольник. Я очень долго использую уровни для внутридневного минутного таймфрейма с 30-ти минутки. То есть это уровни, которые строятся с 30-ти минутного графика. То есть которые в 30 раз больше моего рабочего таймфрейма. И для меня очень важно, вот еще вам фишку, да, уровни, которые в зоне видимости. Сигналы, которые в зоне видимости. То есть что значит в зоне видимости? Вот я беру минутный график и просто его до максимума уменьшаю, масштаб. Все. Не листая, не листая. Вот именно таким образом. Вот что значит уровень в зоне видимости. Если его нет в зоне видимости, значит я на него не смотрю. То есть свой таймфрейм уменьшить до максимума. И насколько это возможно, да, до минимума точнее. И если там есть пробой важного уровня, то тогда это брать во внимание. Вот здесь мы видим отличнейшая зона. Причем их несколько, видите, вот здесь прямоугольников 30-ти минутных. Вот сейчас отмотаем, смотрите сюда. Раз, два, три. И здесь множество касаний. Вот это тоже важно. Когда мы говорим про хороший уровень или пробой хорошего уровня. Что значит хороший, да? Это же субъективный, ну какой хороший, плохой. Что за оценка такая? Давайте это уточним, давайте этому придадим какую-то ясность. Это касание, это уровень нескольких раз. Чтобы цена достигала, тестировала его 2-3-4 раза. И затем, например, его пробили. И вот как здесь. Здесь это около 9 часов, как раз, когда я уже начинаю готовиться к торгам. В европейскую сессию. Мы видим тест, тест, тест. И это уровень еще тянется с предыдущего дня. Это вечер вчера. Вчерашнего дня. То есть мы видим кучу тестов. Мы видим, что рынок эту зону, на эту зону обращает внимание. Да? То есть цена реагирует. И тут же на открытии мы пробили, выкатились. И это вот первая индикация. Я хочу еще раз ваше внимание туда обратить. То есть уточните максимально, что будет первым вашим таким вот рычагом. У меня это все автоматизировано, поэтому я разжевываю это для вас. Потому что у меня как это происходит? Сигнал появился на сканере. Я перехожу и тут же всю эту картинку вижу в моменте, понимаю, есть у меня сделка или нет. То же самое трейдеры, которые обучаются, которые уже какое-то время торгуют. Они понимают, что значит хороший тратит, что значит плохой. Как вообще, чем отличается хороший сделок от плохой сделок. Потому что одно и то же, одно и то же, все это автоматизировано. То есть первое, это крючок, триггер, пробой уровня. Стратегический, пробой, стратегического уровня. Просто вот, о, здесь новый минимум, здесь новый максимум, ты с ума сойдешь. То есть тебе нужен важный уровень. Затем, следующий признак силы, который я разработал много лет назад для себя, для своего, скажем так, облегчения своей работы в трейд. В трейдинге это TC-сигнал. Наверняка вы слышали, Аркадий, что такое TC? TC это тренд-чейндж. Тренд-чейндж, изменение тренда, изменение направления движения рынка. И он выглядит вот в форме таких стрелок. Стрелка вниз, стрелка вверх. Последние вот обновления у нас выходили в начале 2023 года, уже финализированы, больше не будет, потому что много лет мы что-то там улучшали, оптимизировали. Но форма, именно как он на графике отображается, графически, она осталась такой же, да, вот TC-бай, TC-бай и, соответственно, TC-сал. TC-тренд-чейндж. Будем называть его стрелочный для упрощения. И вот смотрите, мы пробили уровень, и тут рынок начинает пробивать мои стрелки. Вот здесь стрелочный сигнал. Видите? Сразу же, моментально, когда это происходит вот так быстро, это говорит о том, что продавцы сильные, продавцы главные, и рынок может пойти вниз. Мы видим, чуть выше у нас проходят точки волатильности. Это для меня фундаментальный инструмент, так же, как и TC, так же, как и уровень, так же, как и смарт-осциллятор. То есть они выполняют каждую свою функцию. Так вот, вот эти точки, они для меня выступают зонами коррекции. То есть когда рынок после вот этой ситуации, то есть вот здесь, я понимаю, продавец сильный. Но сразу продавать на пробой не очень интересно, потому что стопы будут достаточно широкие, нужно высоко поставить стоп. А когда я могу поставить более короткий стоп, или, скажем так, получить больше потенциал для прибыли, когда рынок немножко отдохнет, скажем, вернется к этим точкам, вернется к этим точкам, вернется к этим точкам. То, что как раз мой тренд-сканер делал, все, что я вам описываю, вот тренд-сканер это делает. И вот как раз эти котировки, которые, видите, где сел, они соответствуют точкам. То есть это как искусственный интеллект, который берет информацию с моих индикаторов, распространяет их на много рынков, и где эти условия совпали, все индикаторы совпали, он выдает сигнал. Так вот, лучший сигнал на коррекции будет выглядеть возле вот этих черных точек, если мы говорим про сел, и возле белых, если мы говорим про buy. Сел, у меня был сел вот здесь, здесь чуть-чуть не дошли, у меня стояла лимитка, буквально там пшик какой-то, рынок не дошел, я удалил лимит, и потом вот здесь, посмотрите, идеальный, посмотрите, в Телеграме, кстати, идеальный тест, сел, стоп, и вот здесь я взял тейк, потом, видимо, еще одно было движение сюда, еще одна возможность продать, и так далее. И, посмотрите, уже рынок где, где он торгуется, сколько мы уже прошли. Много таких видео будет, еще раз подчеркну, где я буду вот так разжевывать, чтобы это вот, кто особенно у меня обучается, кто просто там зритель пришел на канал, смотрит, чтобы вы поняли, как я работаю уже много-много лет, и в последние месяцы было много каких-то, скажем так, добавлений, что ты отшкурил, что-то убрал, что-то оставил, сканеры вот появились, да, сумасшедший просто алгоритм, который, я не знаю, наверное, в десятки, двадцатки раз упрощает, да, твою работу с графиком, потому что самостоятельно ты тоже можешь это делать, вот как я рассказываю, да, подождал пробой уровня, потом подождал пробой TC, потом посмотрел вниз, красный ли твой осциллятор, но он обычно будет красный, ждешь коррекцию, то есть это все ты делаешь сам, или это делает сканер от тебя, он просто посмотрел, говорит, ты переходишь на этот символ, всю картинку видишь в реальном времени. Итак, резюмируем, анатомия сделки по нефтяному рынку WTI, она подразумевает следующее, да, и мы говорим, естественно, о сделках, которые становятся прибыльными чаще всего, то есть не всех подряд в ситуациях, потому что мы все подряд не торгуем, мы торгуем избранные, и как вот эта избранная сделка выглядит, что вам нужно видеть, что вам нужно увидеть, что будет вашим рычагом, крючком, который позволит принять решение. Первое, это выход из важного, от выхода из важной какой-то зоны, пробоя этой зоны. Второе, это подтверждение этого пробоя, потому что если вы возьмете флэтовый рынок, ну вот такой, например, в этих пробоях будет куча, как вы будете фильтровать их? Ну и затем, когда мы подтвердили пробой, мы ждем коррекцию, опять же таки, у вас может быть другой критерий коррекции, я использую этот, я считаю это абсолютный топ из всего того, что я когда-либо использовал для входа в рынок. Здесь мы можем вот эту дистанцию, вот эти точки регулировать немножко дальше от цен, ближе от цен, но вот эти настройки, они на мой взгляд оптимальны, конечно, можно чуть-чуть подальше их поставить, настройки позже чуть будем разбирать. В общем, лайк, если вам понравилось, и подключайтесь к сканеру, ссылка на них точнее под видео. Все, до свидания, до встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok